Добрый вечер! Сегодня четверг, 11 ноября, как обычно по четвергам выходит наша программа Кухни Юго-Запада. Сегодня мы, как и обещали, пообщаемся о Еврокубках и в этой передаче мы, насколько сможем, обсудим перипетии во вторых дивизионах Юго-Западной Лиги. Ни слова о вышке, ни слова о первой дивизионе, как мы и обещали. С вами буду я, Михаил Першин. И Антон Погодин, здравствуйте. Антон, начнем с Еврокубков. С главного турнира, с Лиги чемпионов, три звездочки, в воскресенье принимали Бобер. Была очень важная игра, необходимо было звездочкам побеждать, чтобы комфортно себя чувствовать перед последним туром в борьбе за Еврокубковую весну. Бобер команда сильная, команда доминирующая на Северо-Западе, но стоит отметить, что на Северо-Западе чуть другой формат стадиона, большое поле поделено пополам. И домашний стадион, по моей версии, был бы преимуществом звездочек, но, к сожалению, не получилось. Ожидаемо, наверное, не получилось, потому что, Миш, даже перед этим туром, исходя из таблицы, у Бобра было 7 очков, 3 звездочек, и, соответственно, если Бобер проигрывал бы эту игру, то 3 звездочки вполне могли бы рассчитывать на Лигу чемпионскую весну. Соответственно, Бобер тоже вышел на игру как на последний бой, и даже при равных, скажем так, до игры, да, по идее, преимущество у одних в пользу своего поля, у других мотивация исключительно на выход. Плюс мы знаем о том, что 3 звездочки не могли, к сожалению, полностью собраться на эту игру, да, учитывая календарь, особенности календаря. Итог, который случился 4-1, я думаю, не совсем отражает то, что было на поле. Команды все-таки бились, даже несмотря на то, что первый тайм закончился, 3-1 был в начале второго тайма. Неплохие моменты, уже порцелады попадают в штангу, был так называемый привоз со стороны игроков Бобра, когда мяч под ногой вратаря проскочил и попал в штангу, он успел его зафиксировать. В принципе, счет не отражает полностью тех реалий, которые были на поле. Но футбол есть футбол, и, к сожалению, 3 звездочки потеряли шанс на европейскую весну, именно Лигу Чемпионскую. Лигу Чемпионскую, да, говорится, конечно. Да, потому что Динамо все-таки всего лишь плюс 1 очко имеет третье место, и 3 звездочки сохраняют еще шансы на попадание в кубок ЛФЛ. Посмотрим, насколько будет тройка в последнем матче мотивирована. Ну, давай я своими поделюсь впечатлениями чуть-чуть. Начнем с того, что по Бобру именно в воротах Леонид Мусин, это голкипер с опытом выступления в Махачкалинском Анжи, в Российской футбольной премьер-лиге, опытнейший голкипер, неплохо себя зарекомендовавший, в свое время там габариты, сумасшедший, там по 2 метра ростом, играет на выходе с подсказами, все. Отмечаемое возвращение, можно сказать, в родные пенаты Эдгара Резкова, игрока Меркурия, бывшего, игрока сборной молодежной, первой юго-запада. Он, кстати, отметился забитым мячом первым в ворота звездочек. По поводу сбора, чуть с тобой не соглашусь, звездочки сами назначали матч, время матча. Да, там были вопросы по календарю с техносилой, но игра с техносилой в субботу не состоялась. Можно было готовить команду в оптимальном составе. Ну, по каким-то причинам мы с тобой в предыдущей передаче отмечали, что начали появляться опытные футболисты. Некрасов восстановился после всех своих травм, Маркин. На этой игре мы их не увидели. Не увидели. Ушел Артем Севастьянов, конечно же. Это большая потеря для звездочек, что нужно перестраивать полностью игру в атаке. Пытался Артем Цирин в трансферное окно найти еще игроков. Помимо нескольких приобретений, которые сделала команда, пытался еще уносить атакующую линию, но не смогли по ряду причин звездочки это сделать. Перестраивается игра, нет опытных футболистов. И вроде как вот 2-0 проигрываешь, сразу же 2-1, Красюков делает счет. Казалось бы, там несколько минут до перерыва. Можно там в перерыве как-то перестроить игру, но нет. Там Никита Кашаев забивает третий мяч. Раздевалку так называемую. Да, и тяжело, конечно же, команде Артема Цирина и Сурену Степанянцев, который присутствовал на этой игре. О нем я скажу чуть позднее. Мы общались с Суреном Степанянцем после матча. К сожалению, после матчевых интервью у нас не было. Не смогли по техническим причинам наши корреспонденты пообщаться с участниками матча напрямую. По поводу последнего тура я бы не питал особых иллюзий. Бобр на данный момент от тройки отстает на 1 очко, потому что Динамо играет ничью с тройкой. Заканчивается матч в ничью. Динамо 4 очка. Мы сейчас о тройке. Тройка 11 очков. И последняя игра, шестая. Тройка будет принимать на своем поле звездочки. И мы думали, что будет немотивированная тройка, которая же решит все свои турнирные задачи. Нет, тройке необходимо занимать первое место в группе, чтобы не попасть на кого-то из гигантов ЛФЛ в стадии 1-4 финала Лиги Чемпионов. Необходимо занимать первое место. И команда явно будет играть на победу. А на юге тройку, ты знаешь, наивно предполагать, что очень легко обыграть на выезде команду, которая лидирует в общем московском рейтинге клубов. Ну и в итоге мы с тобой приходим к тому, что в этой группе у нас в конце первые две команды, которые обеспечили себе выход, еще не обеспечили себе итоговые положения в этой таблице. И третье и четвертое место также будут бороться за европейскую весну, уже за кубок ЛФЛ. Поэтому интересны будут оба матча, оба противостояния. Мы с тобой, как всегда, поддерживаем. Наши коллективы, мы всегда болеем за них и надеемся. Ну и все-таки футбол, не будем исключать, там бывают разные вещи, травмы, красные карточки, ну все что угодно может произойти. Поэтому третье звездочки, мы не будем списывать, существует никогда. Нет, мы не будем списывать. После матча общался я с Суреном Степанянцем. Он был уверен на 100%, что тройка обыграет Динамо. Да. Он, ты слышал, по-моему, отрывки этого диалога. Был уверен, Сурен, что будет победа. И он говорит, да 4-1. Я говорю, ну неудачный получился вечер. Он говорит, да почему неудачный, надо смотреть, сколько тройка забьет Динамо. Звездочки дома обыгрывают Динамо 3-1. На выезде проигрывают 1-3. Соответственно, в личных встречах равенство. Думали, что будет по 3 очка. И все решалось в последнем туре. Разница забитых и пропущенных. Ну в итоге. В итоге, ну Динамо все-таки команда с футболистами. Чуть-чуть там не получилось у них старт в этой группе. Динамо это все-таки Динамо. И вот, к сожалению, будем болеть за звездочек, конечно. Неизвестно в каком состоянии, в каком настроении приедет тройка после чемпионата России. Понятно, что едут они туда с максимальными задачами. Получится? Нет. Через неделю после приезда с чемпионата России игры Лиги чемпионов, дай бог, желаем победе, победы звездочкам в этой и вообще в играх, во всех турнирах, в которых они принимают участие в Лиге ЛФЛ. Переходим к Кубку ЛФЛ. Здесь у нас Феникс. Давай начнем с группы любителей. Все-таки любители еще оставляют себе неплохие шансы. Феникс на первом месте 11 очков, трансгарант на втором 7 очков. Беда на третьем 5 очков. И любители на четвертом месте 4 очка. Любители в последней игре проиграли на выезде Фениксу 1-2. По этой игре концовка не получилась, ребят? Ну, знаешь, мне кажется, что ввести в концовке в один мяч и в итоге поиграть 1-2 на 58-й и, наверное, в добавленное время, мне кажется, очень обидно. Тем более даже одно очко в данной тренирной ситуации было бы очень важно для любителей. Конечно, иметь перед последним туром по 5 очков с бедой, а по личным на выезде была одержана победа над бедой. В принципе, шансы были более уверенные, скажем так, на продолжение. Но любители сами себя оставили в подвешенном состоянии. И теперь только в последнем туре надо рассчитывать не только на себя, но еще и на помощь своих соперников, скажем так. Ну, давай еще поговорим о том, что вообще традиционно у нас получается, что с западными командами на выезде, да и, в принципе, и дома мы не очень хорошо играем. Честно, это странно, потому что у нас стадионы типовые, что на Западе, что на вернатке. И, ты знаешь, есть только уровень мастерства, не знаю, уровень сопротивления в лиге, за счет которых команды растут, у нас получается, ну, на данный момент будем объективно просто слабее, да. Если любители с середняками и с крепкими командами, которые занимают верхнюю частью турнира, таблицы играют довольно-таки уверенно, в основном в большинстве матчей они контролируют ход игры, то вот в Еврокопках не складывается все так, как им хотелось бы даже, вот, если немножко взглянуть назад, победа с бедой, там не только любители были очень хороши, но там и великолепная игра вратаря все-таки помогла любителям добыть такие нужные три очка. Ну, здесь, к сожалению, не получилось. Перед последним туром расклады сложные для любителей, не все зависит от них. Нужно, во-первых, самим обыгрывать трансгарант, обыгрывать с разницей больше, чем в два мяча. Напомним, что первую игру на выезде любители поиграли со счетом 5-3. И надеяться на то, что Феникс 9, команда, обеспечившая себе место, первое место в группе... Просто не проиграет Биде. Не проиграет, не проиграет Биде. Хотя бы не проиграет. То есть, ну, два варианта из трех, но это, грубо говоря, 60% на положительный итог оставляем. Ну, плохо, конечно же, что вот даже хотя бы с ничья с Фениксом, уже были бы вопросы по матчу Феникс, беда. И возможно, что Феникс просто, учитывая не самое лучшее сейчас выступление в западной премьер-лиге, может просто дать отдохнуть каким-то лидерам, чтобы на лонтере на чемпионате выступила команда лучше, игроки были посвежее, а на Еврокубке отправить, так сказать, игроков ротации. Ну, зная Феникс, видя их в этом году, могу сказать, что там вся обоим футболисты, которые есть в заявке, это очень все крепкие футболисты. И мне кажется, в играх на Москву, даже если они отправят второй состав, это все равно будет очень сильная боевая единица. И ты знаешь, напоминает немножечко эту игру Лиги Чемпионов, когда тройка приехала к нам играть с тремя звездочками, имея одну замену на скамейке. Но это никак не сказалось ни на качестве игры, ни на результате. Поэтому я верю в то, что Феникс положительно выступит для нас, для любителей, имеется в виду. Для Юго-Западной Лиги. Для Юго-Западной Лиги, конечно. Да, тем более Бедову дому уже припроигрывала тем же любителям дома. И вот в пятом туре поражение на выезде от Рансгаранта со счетом 4-0. С этой командой можно играть. Надеемся на наших западных друзей-соперников, что помогут они нам чуть-чуть. Но когда-то они должны нам помочь, не все нам им помогать, очки им поставлять. Ну, остается надежда только на трейдер Тим Гус. Но это чуть попозже обсудим, что хоть где-то в противоборстве с Западом мы какие-то очки наберем. Зацепимся, да. Группа, где выступает чемпионат, там все вообще печально. После пятого тура чемпионат не имеет никаких математических даже уже шансов на выход из группы. Пять игр, пять поражений. Пять игр, пять поражений. Поражения в этот раз от Экспаторга на выезде. Ну, конечно же, команда очень много потеряла из-за перевода в первый дивизион. Не по спортивному принципу. Ушли много футболистов. И вот трансферное окно ряд игроков покинули чемпионат. Один только Алексей Ясовов, голкипер, перешедший в шальные, чего стоит. Поэтому чемпионату не унывать. Чемпионату постараться как можно быстрее вернуться в высший дивизион. И возможно будет тогда и укрепление состава. Ну, я думаю, Виктор Белов там без нас разберется, что делать. Бывшие игроки чемпионата тем временем в этой же группе занимают уверенно первое место. Имея совершенно противоположную статистику. Пять игр, пять побед. Составится ДН. Игроки, да. Составится ДН. Пятнадцать очков уверенно выходит. Так что, в принципе, если бы лидеры команды не ушли, вполне возможно в этой группе чемпионат бы выглядел так же уверенно, как сейчас выглядит СДН. Ну, все-таки давай скажем о том, что в СДН там помимо бывших игроков чемпионата есть хорошие футболисты. Но, во всяком случае, хуже бы не было точно. То, что хуже уже некуда. Лучше бы было однозначно. Согласен. Давай потихонечку переходить к так называемой Малой Москве. Неделю назад, полторы недели назад уже состоялись матчи второго тура. Атлас в группе Д дома принимал команду ВЭД, которая имела одно очко после первого тура. Атлас, напомню, в первом туре победил со счетом 4-0. Знаешь, 4-1 по игре, но долго не мог Атлас забить. В итоге потом повели в счете. А стоит отметить, что погода была, дождь, снег. Обе команды приехали с одним запасным. ВЭД потом получил травму игрок. Получается, они вообще практически без замены играли. Ну, Атлас, конечно же, имел преимущество. Очень прилично сыграл голкипер ВЭД. 2-0 вел Атлас, там 2-1. В конце уже Атлас додавил. У Атласа привычно выделялся Максим Адаксин. Анвар Бояркин красивый гол. Анвар Бояркин забил хороший мяч. Голкипер Атласа, которого сами игроки часто критикуют. И который иногда какие-то досадные казусы совершает. Дальний удар. Я понял, что это вообще для Атласа такая больная тема. Но голкипер, надо отметить, в нескольких эпизодах очень здорово сыграл. Выручил команду. Там, ну, знаешь, мне кажется, по вратарю Атласа нелегко ему. Потому что даже там гол пропущенный. Курьезный гол. И все, начали предъявлять голкиперу претензии. Хотя, да, может быть, за это выйти. На самом деле, можно было выбить мяч. То есть, знаешь, как я помню, лет 15-20 назад висел плакат. Тогда только начинали рекламировать какие-то продукты. То ли Danone, то ли еще чего-то. И тогда они были спонсором «Евентуса». В общем, какая-то молочная компания была спонсором «Евентуса». И в Москве у меня напротив дома висел плакат с изображением Анжелы Перуци. Там вот эта вот молочная компания. У меня самая легкая в жизни работа. Я вратарь Ювентуса. То же самое нельзя сказать про вратаря Атласа. Да, вроде там по меркам первой лиги нашей это топ-клуб. Не так много моментов изникают у Эрот Атласа. Но каждый пропущенный мяч сквозь клуб рассматривается. И уже там и болельщиками Атласа, и специалистами, и самими игроками. Желаем голкиперу удачи Атласа. Ну и вообще команде. Ребята молодцы. Две победы, шесть очков. Надеемся на продолжение этой победной поступи. И что... Ну вообще надеемся, что в этом турнире хорошие места займут. Чуть ли не максимальная задача Атлас решит. Ты знаешь, Коля, мы заговорили в артаре Атласа, да, вот об этих всех претензиях. Я тебе могу сказать то, что вчера в матче уже регулярно... Воскресенье. Да. Воскресенье, прошу прощения. На воротах появился другой человек уже. Дать работаю. Все равно велась. Ну, видимо, трансферную. Как я говорил, в таких случаях селекционная служба команды не спит. И парадокс, знаешь, в чем заключается? Они все равно пропустили, это единственный мяч. И как бы в чемпионате Атлас выглядит не так уверен, как выглядит в играх на Москву. Вот это поражает. То есть с Максимом разговаривали, с Адаксиным. Он сам не понимает, что происходит в чемпионате. То есть, ну, не тот футбол Атлас сейчас показывает, который он умеет показывать, который там показывал два месяца назад даже на старте. То есть непонятно, где забуксовали, но на Москве пока это не сказывается. Видишь, у них идет серия, вот эта уверенность. И, в принципе, я не удивлюсь, если, допустим, Атлас в регулярном чемпионате не попадет в первую двойку, а на Москве там может чуть ли не до финала дойти. Давай мы не будем о регулярном чемпионате. Мы обещали ни слова, ни слова о первых дивизионах. Я тебе просто параллель привел, то, что да, на Москву как будто другая команда играет. Вот я к этому просто. Ну, давай к группе С. Тоже как будто бы другая команда играет. Только со знаком минус. Трейдер Тим Гуфс. После верной победы дом над Коренева. Со счетом 6-1 поехала в гости к Северному Альянсу и съездила так, что привезла 13 штук. Там не 13-е число было, случайно? Нет, там было не 13-е, но у трейдера, скажем честно, были большие проблемы с составом. Самого руководителя Владимира Гуляшинова не было на матче. Василия Янатовского не было, всех основных игроков не было. Поехали молодые игроки и игроки ротации. Плюс я понял, что, ну, не зная, что не в полном составе все это игралось. К сожалению, Северный Альянс организовал еще прямую трансляцию этого матча. В общем, надо вот это все забыть. Сейчас появились Михаил Ворнов, Иван Каландадзе. Очень хорошие, известные футболисты в нашей лиге. Я думаю, и... Ну, одно поражение в группе, оно не страшно. Даже 0-13, ничего страшного. Сейчас Портер. Вернемся к нашему противостоянию с Запада. Тем более, Портером можно играть. Дома они обыгрывают Северный Альянс. Но там уже Кореневу, который обыгрывает со счетом 6-1 трейдер, Кореневу дома обыгрывает Портер 3-0. Поэтому можно играть с этим Портером. И Владимир Гуляшин со мной в разговорах говорил о том, что если у нас соберется оптимальный состав, и то, что он видел в исполнении Портера, именно в еврокубковых матчах, например, дома с Северным Альянсом, ну, должны победить. Ну, Портер в этом году не выглядит такой сильно боевой единиц, как выглядел в том году. И в чемпионате они в своем, как бы, в первом дивизионе выступают. Ну, в первом дивизионе западной лиги, я имею в виду. Они выступают не так уверенно. То есть, если обычно их привыкли там видеть где-то там пятерки, или около нее, то сейчас они там ниже середины, или к середине ближе. Ну, опять же, это было связано, наверное, с отсутствием Максима Ковальчука, который вместе с женской сборной принимал участие на чемпионате мира. Не знаю, играть можно, Портер немножко не тот, и воспользоваться этим шансом, я считаю, трейдер вполне может, и команда им вполне по силам. Ну, еще, знаешь, мы по Портеру смотрели то, что по прошлому сезону, да, там играли люди, люди с именем, которые играли там в премьер-лиге, за Оренбург, там, плюс Ульяненков, великолепный нападающий, который нынче в Титане. Понятно, идет перестроение в Портере, и можно играть с этой командой. И надеемся мы, что должны обыграть Запад, и очень надеемся на трейдер Тим Гус, желаем побед, и будем переживать. Вообще, надеемся на финал Лиги Москвы, Азлос Трейдер Тим Гус. Вообще, великолепный был бы финал для всех. Мне кажется, любители юго-западной лиги, да, мне кажется, и не только. Ну, пожелаем еще удачи скоро стартующему в Кубке Москвы, Обнинскому Атланту, с командой Юб в Южной Лиге Вихрь, не путать с нашим Вихрем с Саус-Вестом, будут играть ребята. Атлант, Обнинск, команда обученная, команда хорошая, и я думаю, что далеко должны пройти по турнирной сетке. Друзья, переходим к обсуждению вторых дивизионов. Начинаем мы по алфавиту. Второй А-дивизион. Давайте сразу посмотрим на турнирную таблицу. Инчемп лидирует, уверенно лидирует. Первое место, 46 очков после 16 матчей. Ровбайкал, 43 очка после 16 матчей. Вихрь Саус-Вест, 35 баллов после 15. Новая Москва, 34 балла после 15 матчей. Росма, один из неожиданных выступлений, одно из самых неожиданных выступлений команда показывает. 16 игр, 33 очка. Хамовники, 0-9, 15 матчей, 28 очков. БСК, 16 матчей, 28 очков. Дубль Меркурия после 15 игр имеет 27 баллов. Антиспорт, 15 матчей, 25 баллов. И Атлант, назовем его московский Атлант, после 15 матчей имеет 22 балла. Пожалуй, ограничиваемся первой десяткой. Но все команды нам важны. Все ныне оставшихся 23. Скажу сразу, что пока что команда Павлинс не та с соревнований. Но, возможно, такой инсайдик вам дам. Возможно, что возобновит команда свое выступление в чемпионате. Идут согласования, обсуждения. И если это произойдет, то ждите информации. Возможно, что клубов снова станет 24. Так или иначе, пройдено уже больше половины первого этапа. После 23 игр будет расформирование команд на втором этапе по группам. Давайте мы пройдемся по результатам этого уикенда. Начался он с победой Метрологика дубля над Сварогом. Что было в этой игре, Антон, интересного? В этой игре, как и ожидаемо, Сварог не изменял своему принципу. И старался быстро доставлять мяч в переднюю линию. Навязывать жесткую борьбу на всех участках поля. Ребята всегда отдаются полностью игре. В принципе, Метрологик одержал победу за счет опыта именно игроков, которые вместе давно играют. То есть, если бы, скажем так, были менее опытные игроки, более молодые, я бы все было с точки зрения наоборот. А может быть, даже с крупным счетом Сварог бы смог их обыграть. Но нет. Задам тебе вопрос. Мы видели в последних играх Метрологик очень много молодых игроков. Геннадий Баженов подтягивает молодежь. Не участвовали? Не было молодежи. Да, ставка была сделана на своих заслуженных ветеранов. Константин Шахридянов много отыграл. Он почти всю игру. Но там за редким исключением он не менялся. Но надо понимать, что человек уже не молод. И нет. Все было грамотно выстроено. Ребята быстро поняли, с кем им придется играть, кому противостоять. И выдерживали свою линию и манеру игры. Но еще раз хочу отметить, игра была очень жесткая, очень упрямая. И в принципе до конца непонятно, в чью пользу склонится чаша весов. Но в большинстве случаев Метрологик контролировал игру. Больше мне сказать, в принципе, по этой игре нечего. Но и счет отражает то, что и происходило на поле. Счет 3-2. Кстати, несмотря на то, что обилие было жестких таких моментов, где-то грубоватых, желтых карточек не так много было. То есть, ну, на грани. Все было на грани. На грани взрыва. То есть, честно, работая на этой игре, я не хотел, скажем так, лишний раз поджигать. Давал ребятам играть до конца. Были из-за этого у них между собой даже начались некие разговоры. То есть, игроки Сварога просили друг друга еще жестче играть, меньше уступать в недоборствах. Но за счет класса, за счет технического оснащения наших ветеранов из Метрологика, это было очень проблематично сделать. Они просто элементарно даже не успевали. Ну, знаешь, все равно я бы отметил Сварог в этом сезоне. Сварог удивляет. Перестройка идет у Валентина Разумова в команде. Ну, по-хорошему радует Сварог. Если раньше, ну, какая-то такая команда была, знаешь, вроде амбиции были, игровые амбиции были, но не соответствовали эти амбиции игре, которые показывала команда, то в этом году, конечно же, все в лучшую сторону меняется. Меняется и результаты команды, игра меняется, и дисциплина в команде меняется. Все меняется. И давай даже вот исходя из турнирового положения посмотрим. Сварог, несмотря на то, что находится на шестнадцатом месте, имея 18 очков в копилке, до Атланта, который на десятом месте находится у них всего в четыре очка. Согласен. В принципе, зацепиться можно вот за этот этап и за второй этап, чтобы продолжить борьбу за повышение в классе. Так и так, тут независимо от того, какое будет место, просто в какую корзину попадут они, в принципе, нет, потому что, напомним мы, что на втором этапе очки, добранные на первом этапе, сохраняются. Теоретически может выйти любая команда, там даже, понимаешь, там, грубо говоря, в конце находится, там, Рабона, который одержал первую победу в прошлые выходные, тоже, если, может, они там во втором этапе все игры выигрывают. Ну, можете, конечно, уже не успеют доехать. Ну, давай мы плавно будем переходить как раз дальше по результатам уикенда в 2А, как раз уран Нарабона, битва аутсайдеров, команда, занимающая последнее место, и Нарабон одерживает первую победу в сезоне, со счетом 6-2 команда выигрывает. Такое желтое дерби, Уран в желтой форме, Рабона в желтой форме, ну, основные цвета у них. Рабона, напомню, тренирует Владимир Никишин, лучший тренер, лучший менеджер одного из дивизионов третьей лиги в прошлом году. Человек реально работает, не имея какого-то сумасшедшего запаса футболистов, работает с теми, кто есть. Ребята, может быть, без каких-то школ футбольных, но ребята стараются, ребята играют в футболе. Одерживают первую победу. Давай, Дмитрий Демидов, дадим слово игроку Рабоны после этого матча. Сегодня у нас на интервью игрок команды Рабона Дмитрий Демидов. Дмитрий, вы выиграли достаточно крупно, со счетом 6-2. Что поспособствовало такой крупной победе? Ну, на самом деле, вся команда просто сегодня отдалась полностью. На 100% каждый выложился. Выполнили установку тренера. Полностью тоже получилось. Все получалось, в общем-то. Первая победа в сезоне. Очень рады я этому, на самом деле. Потому что во многих матчах чего-то не хватало. Сегодня реально все сложилось. Спасибо команде. Какие планы на текущий сезон? Ну, планы, на самом деле, набирать очки в каждом матче по максимуму. Потому что каких-то, не знаю, особенных целей у нас нет. По местам. Просто играть в каждый матч, набирать очки. Ситуация сейчас довольно-таки тяжелая. Мы на последнем месте идем. Но будем стараться, выкладываться. Я думаю, все у нас будет хорошо. Спасибо, Дмитрий. Поздравляем вас с победой. Желаем большую победу. А теперь, Антон, расскажи, как там события развивались у нас? Ну, честно, вот у Рана Рабона у меня такое ощущение было, что это не соседи по турниру таблицы играют, а это играют, условно, середняк с аутсайдером. Потому что Рабоном намного сильнее смотрелся у Рана. Но тут опять надо понимать, если, допустим, возвращаться с аналогией с прошлым матчем, допустим, Метрологик-Сварог, да, то есть там опытные футболисты обыграли молодежь. То здесь в Рабоне средний возраст футболистов все-таки повыше, чем у Сварога, да, там ребят там 25-27 лет. А у Рана, наоборот, все-таки возрастная защита. А молодые футболисты у Рана принимали участие? Ну, был один молодой нападающий, но, к сожалению, для коллектива он получил травму, потянул заднюю поверхность бедра и сильно он помочь в этой игре своей команде не мог. Ну, и счет говорит сам за себя, то есть Рабона полностью владел инициативой, забили много мячей, то есть там, я тебе могу сказать честно, счет был вообще 6-1. Я дал провести последнюю атаку, хотя игроки у Рана уже просились домой. Руководитель команды Максим Семин просил уже заканчивать игру, мячом владели как раз футболисты у Рана. Я решил дать закончить им эту атаку, и вот в последней атаке они забили второй мяч, все-таки 6-1, 6-2. Ну, мелочи, а приятно, то есть они с улыбками на лицах, несмотря на счет, тем, что они в итоге подытожили результат встречи, с улыбками поехали домой, с хорошим настроением. Ну, Рана на тот момент, после уже этой игры, оставался с шестью очками, и 21-22 место делился с Вегой, у которой также было 6 очков. Вега играла с темной лошадкой второй А, с командой Росма, команда именно тренерская, команда тренируется два раза в неделю на вернатке парк. Тоже нельзя сказать, что кто-то очень сильно выделяется из игроков Росма, вот так вот выделить по мастерству кого-то, сказать, что вот этого футболиста, это вот тот, за счет кого Росма занимает пятое место в турнире 2А. Который коллектив, просто сплоченный коллектив, да, который знает, что делает на поле. Хорошая тренерская команда. Хорошая. Да, игроки обучены, но есть и более мастеровитые футболисты, в командах которых ниже. Но именно вот тренерское мастерство нашего большого друга Мишеля подсказывает. Плюс, конечно же, он и использует свои часто тренерские хитрости. Где-то и судей поддавить, где-то еще что-то. То есть человек работает, человек переживает за дело. И вот результат, пятое место. И, конечно же, Росма перед матчем с Вегой. Вега проверенный турнирный боец. Половина, даже больше, половина состава у Веги еще играл в высшей лиге ЮЗАО. Помним мы этот момент. И до Еврокубков чуть-чуть не доехали они тогда. И Вега выигрывает у Росма со счетом 2-1. Вот, знаешь, неожиданный результат, можно сказать. Но, с другой стороны, Вегу должно было когда-то прорвать. Давай, Денис Суетников нам сейчас скажет несколько слов по поводу этого матча. Сегодня у нас на интервью игрок команды Вега, Суетников Денис. Денис, что можете сказать по поводу матча? Боевая игра получилась. Там соперник, понятно, не оптимально собрался. У нас тоже далеко не самый лучший состав. Ну, так побегись, поиграли. Нам больше повезло выиграть здорово. Давно не выиграли. Как думаете, за счет чего именно победили? Ну, сама отдача, наверное. Плюс еще хорошая игра в обороне строгая. Ну, и подача у нас в день рождения был. Поздравили его. Сам хорошо себя поздравил, себя забил. Оптимальный состав был на данную игру? На данную игру у нас только что нет, конечно, нет. Очень много кого не хватало. Но, тем не менее, нас не всегда спасало, как и полный состав был. Но настроились характерно. Какие задачи ставите перед собой на федер? Ну, сейчас, ну, сложно сказать, на 103-й победе в сезоне. Вот, может сказать, близко к нему, очень. Ну, хотим наладить игру. Ну, можно сказать, дадут результаты. Спасибо за дальнюю победу. И вот, ну, даже, знаешь, по словам Дениса, то, что выиграли, выиграли, молодцы, все классно. Ну, Вега нас приучила к тому, что, вот, ты уже вспомнил про высший дивизион Вега. Такая команда, знаешь, во-первых, это команда друзей, не будем забывать, да, эти ребята всю жизнь дружат между собой, общаются с семьей. То есть, это, ну, Вега, можно назвать, одна большая семья, да, уже с такой, с историей. И она каждый год умеет удивлять. Каждый год они преподносят какие-то результаты, которые ты не ожидаешь. Здесь, может быть, даже и сказалось то, что ребята из РОС, мы подумали, а с кем мы там играем, посмотрели на таблицу, да, как бы, и расслабились, может быть. А Вега не расслабляется никогда. Вега не расслабляется даже при счете, там, условно говоря, там 6-0. Они не будут отдавать ни сантиметра пространства, они будут бороться до конца из последних сил, потому что ребята всегда приезжают играть в футбол. Это как раз вот один из тех коллективов, немногих, которые, несмотря на то, что происходит на поле, несмотря на то, что там получается у них или нет, несмотря на счет, они никогда не разговаривают с арбитрами встречи практически, никогда практически не ругаются между собой. Если там что-то начинается, какой-то конфликт или нарушается микроклимат, этот человек сразу оказывается на скамеечке и остужается. То есть, в принципе, это команда, на которую надо равняться многим коллективам и учиться есть чему. Поэтому то, что Вега обыграла Росму, я не удивлюсь, если, условно говоря, та же самая Вега, и ничем-то нет-нет зацепит, несмотря на молодость. Ничем только за счет молодости может обыграть. Вот это вот свое уже тактические обученности футболистов только сможет Вегу обыграть. Но если Вега упрется, они их могут зацепить. Не надо смотреть на таблицу, где Вега находится, нет. Я не думаю, что подопечные Мишеля Каменского, как говорители Росму, смотрели на турнирную таблицу. Все-таки, ну, знаешь, Росму же она... Помним мы, что ребята выходили из третьего дивизиона во второй несколько лет назад, когда еще вторая лига была одна. И в целом был такой середняк второго дивизиона. Нельзя было сказать, что претендует на выход в первую лигу. И мы говорим о том, что команда тренерская. И, ну, как темную лошадку мы их рассматриваем. Если дальше попрет, то, может быть, и до плей-офф они дойдут после второго этапа, поиграют в плей-офф, а там еще неизвестно. Это хорошее поражение в любом случае для Росмы. Да, хорошая почва для размышления даже. Элементарная для Мишеля, понимаешь, на будущее. Даже вот в критический момент, скажем так, да, когда он будет видеть то, что его игроки там расслабились на каком-то промежутке игровом, он сразу ребятам может вспомнить этот матч, чтобы их замотивировать на хороший и качественный футбол. Отметим еще, что Росма из лидирующей группы. Самая бескомпромиссная команда. Ноль в графе ничьи у них стоит. Один с побед, пять поражений у команды. Ну, перейдем к следующему матчу. Следующий матч у нас это еще одна сенсация. Один из лидеров, Рофф Байкал, хорошая сплоченная команда. Валентин Хамраев, наш большой друг, сидел в этой студии, рассказывал нам про свою команду, играл с Атлантом. И спаслись только на последней минуте. Причем 0-2 проигрывал Байкал. По ходу матча и на последних секундах ушли они от этого поражения. Атлант находится в стадии перестройки. Значит, вечной перестройки. Вообще, Атлант несколько лет назад команда системы МГУ, как мы их называем, у них была целая система сделана. То есть, вершина. Три звездочки сейчас выносим за скобки. Это именно связано с ММФ и Тихоном Фисейским. Так или иначе, потому что он главный в первой команде ММФ. Хотели они построить систему, если главная команда это ММФ. Которая ныне Метеор. Ныне Метеор. Вторая команда это ММФ 0-5. Тогда она играла во второй линии. И третья команда еще как фармклуб. Это вот именно Атлант. Команда, которая может быть кто-то, кто не проходит в ММФ 0-5 и тот в Атлант. То есть, как и просмотр футболистов. И Максим Ширяев, который был долгое время главным тренером ММФ. Играл еще за эту команду. Стал главным тренером Атланта. Алексей Хадыкин стал руководить ММФ и ММФ 0-5. Но они и в МГУ работают. И вот пытались выстроить целую систему. Но не получилось почему-то выстроить как планировали. Да, Атлант стал какой-то независимой командой. И какие-то долги сумасшедшие у команды образовалась. Дисциплины были большие проблемы. И потом игрок, который долго играл в этой команде, Игорь Животов, возглавил клуб. И поменял тренера. Работает другой молодой специалист сейчас. И видны результаты. То есть, Атлант очень кусачая команда. Есть там футболисты с опытом выступления в первом дивизионе. И молодцы. Вот, честно скажу, не обладают тоже каким-то мега-составом, мега-футболистами. Есть хорошие обученные игроки. Против очень хорошо играющего Байкала. Показывают хорошую очень игру. Давай мы дадим слово одному из игроков Атлант, Арсену Арбаданову, после этого матча. Сегодня у нас на интервью игрок команды Атлант Арсен. Арсен, на последних минутах упустили буквально победу. Что можете сказать в целом по матчу? В целом матч у нас получился. Последний гол там чуть-чуть сели в оборону. Не досмотрели за игроком. Так в целом матч был ровный. Результат чуть-чуть подкачал. Хотелось выиграть. Играли сегодня в оптимальном составе? Да, да, полный состав. Все были в боевой готовности. Чего ожидали от игры? Ну, от игры ждали большего. Как минимум два мяча нужно было выигрывать уверенно. Соперник был сильный, достойный. Вот. Ну, как вышло, так вышло. Задачи на сезон какие стоят? Выход в первую лигу. Вот. Ну, пока что закончу четверки, думаю. Вот, первая задача на сезон. Там дальше посмотрим. Там вышка и так далее. Там уже дальше больше. Ну, в общем, спасибо. Желаем вам победы. И в дальнейшем будущем. И теперь послушаем Валентина Хамраева. Капитана Ровбайкала. Сегодня у нас игрок команды Ровбайкал. Валентин. Валентин, в упорнейшей борьбе вырвали в конце ничью. Что можете сказать, в принципе, о матче? С самого начала у нас игра не пошла почему-то. Может быть, не собрались. Ряд ключевых игроков опоздали на начало. Рекомен. Спереди немного был сумбур. И вот, пропустили быстрый гол. Не смогли собраться до конца. Поэтому эту ничью рассчитываем, считаем, как разнозначно поражение. Поэтому нельзя записать ее в актив. Что можете, в принципе, сказать о настрой на этот сезон? Настрой на этот сезон у нас боевой. Начали сезон очень здорово. Шли без поражений. Ряд 13 тюров. Потом потерпели поражение. Тоже досадно. Похоже на это. И пока идем на втором месте. Настрой не спускаем, не опускаем руки. Боремся дальше. Пытаемся пробиться в первый визион. Наша цель. Все-таки по игре как чувствовали себя? Более увереннее, чем в начале? Или в конце было? Ну, второй тайм справедливости ради. Второй тайм был полностью на нашей стороне. Поэтому мы где-то поддавили на соперника. И, ну, не поддавили, не где-то, а вот весь матч, в принципе, давили. Потом контратаку выпустили. Начали проигрывать двойную. Потом пришлось отыгрываться. Спасибо. Желаем вам удачи и побед. Спасибо большое. Ну что ж, видите вы, что недовольны в руководстве Байкала этим результатом. Наоборот, в Атланте уже начинают говорить о первой лиге. Настроение у игрока хорошее. Посмотрим. Атлант в десятке, 22 очка. Там до шестого места. Хамовники 0,9. 28 очков недалеко. И будем смотреть, как дальше будут двигаться и Байкал, и Атлант по турнирной дистанции. Далее у нас матч Антиспорт про ФА-20. 3-2 побеждает Антиспорт. Антиспорт очень хорошая для второго дивизиона команда. Игроки с опытом выступления еще давно-давно-давно во второй лиге на теплом стане есть игроки. Также есть футболисты с опытом выступления в высшем дивизионе Юго-Западной лиге. Там Виталий Павлов за МЛК-03 сколько времени играл. Есть неоднократный чемпион любительской футболии лиги высшего дивизиона Юго-Запада в составе Алани. Все вот Лещинские. Но, к сожалению, на последних матчах не видно его. Команда играющая. Команда с характером. Вип-болельщик у них Денис Лесаренко на каждой игре присутствует. Профа после ухода большой группы футболистов делает новую команду. Игру питерскому пожелаем удачи в построении нового боеспособного коллектива. Всегда что-то профейки чуть не хватало, не хватало. И, видимо, знаешь, вот эта вот чаша терпения переполнилась. И такой вот раскол произошел в клубе. Не знаем мы по каким-либо причинам постараемся в течение этого сезона осветить, что произошло в профе в середине этого сезона. Может быть, Игоря в эту студию позовем. Если будут приятные поводы, пообщаемся. Антиспорт выигрывает со счета 3-2 и в десятки. По поводу антиспорта хочу сказать. Они и в том году, помнишь, мы с тобой неоднократно с ребятами общались из антиспорта. Они очень желали оказаться на дивизионах выше и расти, расти, расти. Тогда еще никто не знал, что все перейдут. Но они очень хотели, стремились, бились. Извиняюсь, но они с Титаном, хоть и дублем, который приехал 5-6 человек из основного состава, которые играют в премьер-лиге Запада, они показали очень сильный футбол и обыграли их. Извините, это о чем-то говорит. Поэтому по поводу антиспорта можно сказать, что несмотря на то, что у них сейчас 25 очков и 6 поражений, эта команда реально может попасть в первый дивизион. И не надо смотреть на турнирную таблицу. Честно скажу, мне эта команда нравится, боеспособный коллектив. Ребята бьются до конца всегда. Это, опять же, редкие коллективы, которые при 0-4 могут перевернуть игру и сделать 6-4. Вот антиспорт это как раз та самая команда, которая умеет переворачивать и любит это делать. Но в большинстве случаев они не дают сопернику ни одного очка просто так. Ну, я бы не стал, конечно, называть их претендентами на выход в первый дивизион. Но команда хорошая, команда с характером. И посмотрим, как будут идти у них дальше дела. Хамовеньки 0-9 в отчетном туре обыграли «Союз» с отчетом 9-3. Сразу же слово Алексею Макаренко даем. Здравствуйте. Не могли бы дать комментарий по прошедшей игре? Ну, что сказать по данной игре. Игра была на самом деле очень тяжелая. Сначала не все получалось. Пропустили, забили два мяча, не сели в оборону, пропустили совершенно ненужный гол. Но потом, вроде, команда реабилитировалась и забила все, что должна была. Забивать в первом тайме. Спасибо большое. Хамовники. Ну, можно о многих командах так говорить. Второй дивизион делает новую команду. Три человека, по-моему, из «Фурии» перешло в стан команды. 9-3, победа над «Союзом». Ну, «Союз», знаешь, был момент, например, «Союз», я работал на игре «Союз», там, тур в 6-7 назад обыграл «Росму». Классно очень играла команда. Сейчас костяк этого клуба – это игроки, которые играли за рассвет в первой лиге, играли очень неплохо. Плюс добавились там и Денисов голкипер, и Тюрин Денис, который там за СТГ на чемпионатах России играл. Пусть там сейчас он не такой молодой, как был тогда. За Нику еще несколько лет назад очень успешно играл. Ну, 9-3 хамовники выигрывают. Я не думаю, что там из-за дисквалификации Михаила Носкова все это произошло. Ну, просто сильнее хамовники сейчас, чем «Союз». Ну, даже вот если посмотреть на забитые мячи, хамовники находятся по забитым мячам на третьем месте. То есть, а по поводу «Союза» – ровный коллектив, но нестабильный. Нестабильный? Нестабильный. Будет стабильность, появится, когда будут приезжать не разные постоянно люди, а вот одним составом, там, 11-12 человек. Тогда можно будет о чем-то говорить о какой-то стабильности. Конечно. Удар дубль «Ново Москва» – один из фаворитов. У нас, видишь, какой-то крах фаворитов в этом туре. Удар дубль. Играют с «Ново Москвой», играют в ничью 5-5. Отдельно остановлюсь на вратарской теме в этом матче. Очень я следил за этим матчем, видел его изнутри. «Ново Москва» – не смог приехать никто из основных голкиперов. И молодой совсем вратарь занял место в воротах. Совсем молодой, что ли? «Ново Москва»? Нет, ну, там, видимо, это кто-то из воспитанников школы «Ново Москва», там, 16-17 лет вратарю, а за удар, за дубль для игровой практики, для набора кондиции Павел Будеван переехал. И сказалось это, конечно же, на результате. Знаешь, удар нанес 5 ударов поворотом «Ново Москвы». Причем многие удары были далеко из-за пределов штрафной. Плюс один мяч голкипер «Ново Москвы» придумал сам себе. Он зафиксировал мяч, там, после кого-то навеса. Хотел быстро ввести мяч в игру, потом что-то затормозило его. Потом все-таки он решил, опять же, ввести мяч в игру и доводился до того, что на 2 метра за линию штрафной выбежал. С мячом в руках был штрафной назначен. И с этого штрафного был удар, и продолжилась комедия ошибок сквозь руки. Голкипер мяч пролетает, прошивает его. Это там один из штрафных. И пятый мяч, когда уже на последних минутах удар сравнивал счет. Там какой-то удар по центру ворот, метр с двадцати, там черпака дали. Там падение идет для пионерской правды. Там зорьки, я не знаю от чего, и по центру мяч вылетает. Даже игроки сами схватились за голову. Как Лев Яшин говорил, пока ты свои 30 тысяч голов не пропустишь, воротарем ты не встанешь? Ну да. Что ты говорил, там какую-то космическую цифру. Поэтому, в принципе, для 16-летнего парня получить такой опыт, на будущее будет он. Это надо, конечно же, пережить. Конечно. И успокаивали игроки Новомосквы, голкипера. После матча, там кто-то критиковал, кто-то еще что-то. Критиковать человека, который еще по большому счету не нюхал футбол, выходит, ну, хоть это и удар-дубль, да, но не будем забывать о том, что игроки дубля, это не так давно люди играли в высшем дивизионе, в западной лиге. Поэтому, видя на воротах неуверенного человека, мне кажется, сам Бог велел его проверять. Ну и плюс, не будем забывать, какие антропометрические данные у футболистов удара. Всего жизни это рослые, крепкие, сейчас уже мужики. Может, даже видя такую картину, молодой парень просто мог испугаться. Ну, это нормально. Ну да, там нападение очень неплохо. Андрей Козыкин смотрелся у удара. Вышел, заработал там несколько штрафных, хорошо отыгрывался. Новомосква, Новомосква, два брата Погосовых, Василий Хрепливый, лидеры команды, команда фаворит, один из фаворитов за выход в первый дивизион. И я думаю, что, ну, на самом деле, это готовая команда первого дивизиона, где, собственно, Новомосква и играла. И, ну, будут они до конца сражаться, и в заветные там шесть первых путевок должны они попасть. Ну, и, судя по всему, параллельно обкатывают молодежь, я так понимаю. Ну, да, 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 у Василия Хрепливого своя школа, своя школа, подключают молодых игроков. Но с галкипером не сдалось, может быть. Ну, был надеяться, что это не лучший воспитанник школы, Новомосква. Ну, может, он и лучше, но мы узнаем об этом попозже. Может быть, да, может быть, да. С другой стороны, знаешь, когда вот я играл в воротах, и сейчас играю, но когда вот активно я принимал участие, ну, понятно же, что для вратаря очень сильна вопрос психологии. Я как-то, когда мне было лет 20, вычитал фразу от Доминика Гашика, хоккейного, правда, вратаря. То, что Гашика сказал, я себя успокаиваю тем, что любая шайба, которая пересекла линию моих ворот, это была неберущаяся. Вот, примерно, я по такому же принципу жил, и в галкипером Новомосквы желаем того же. Ну, а Павел Будённый, к чему я вот и говорил, Павел Будённый, ключевые моменты какие-то там реально вытащил несколько ударов. Разница в 15 лет сыграл, да? Разница в опыте и мастерстве на данный момент. Ну, да. И психологии, кстати. Ну, по поводу того, что ты говоришь про фразу Доминика Гашика, это, знаешь, это как люди обычно, ну, обычные люди, которые не имеют отношения к спорту, говорят, ну, что было, то прошло. Надо забыть, надо забыть и двигаться дальше. Вот у нас в России почему-то принято гнобить, заморачиваться на этом, вот, за рубежом как-то, да, проще. Все, отыграли, музыку послушали, ну, и разбежались. Да, 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 все, все забыли. Давай переходим дальше, а то мы затянулись чуть-чуть обсуждения. Два. Сириус Самор, 3-3. Сириус неплохо смотрится в этом сезоне. Когда собирается состав. Да, да, да. Команду в трансферное окно чуть раньше пополнил Евгений Казенец, футболист с опытом игры высшей лиги за торпед Гагаринский. Хорошо он смотрится. Я думаю, сейчас бы он торпеда тоже пригодился. Мы не знаем, по каким причинам он не играет за торпеды. Ну, Руслан Багиров, тоже известный по выступлениям из-за торпеды в том числе, видимо, позвал его в свою команду. 3-3. Самора после вылета в том году из первой дивизионы, даже не доиграли в первой дивизионе в прошлом сезоне. Футболисты Саморы ищут, тоже создают новую команду. Появляются футболисты также с опытом выступления высшей лиги в Саморе. 3-3, хороший результат. Будем смотреть, что будет с этими командами. Для обеих коллективов хороший результат. Оба на стадии становления, поэтому сильно даже результат сам за себя сказал. И давай двигаться дальше. А теперь послушайте интервью Сергея Щербакова после матча «Ново Москва» удар-дубль. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, комментарии по прошедшей игре. Тяжеленная была игра. Нам удалось пока и характер. Казалось, что соперник нас превосходит в каких-то отдельных технических моментах и в скорости. Но нам удалось за счет силы воли, силы духа переломить и сравнять в конце. Всем спасибо, парни отличные игроки. Спасибо большое. Меркурий дубль, профутбол дубль. 7-4 победа дубля Меркурия. Продублирующие команды вообще так особо даже не знаю, что можно сказать. Про Меркурий дубль я могу сказать, те, кто ностальгирует по ЛФЛ десятилетней давности, по Конькову, искусственном поле, приходите на матч дубля Меркурия и увидите всех тех футболистов в действии и насладитесь. Представители бывшего, грубо говоря, элитного дивизиона спустя 10 лет. Да, игра хорошая, поставленная, игра в пас. Кто-то приезжает там, понятно, из основы, но в целом хороший, комбинационный, приятный футбол показывает команду. Внуково 16-17 БСК, команда «Новичок», ЛФЛ практически еще даже год-год, только календарный провела команда «Внуково», и БСК, команда, вылетевшая из первого дивизиона, команда тренирующаяся, команда, имеющая главного тренера, играют ничью 4-4. Ну, БСК в разговорах окуларных с игроками сказали, что в этом сегодня же задача не стоит, задача просто получать удовольствие от футбола. Внуково уже наигрывает молодых футболистов, показывает временами неплохой футбол, бывают дисциплинарные какие-то проблемы у игроков, молодых срывы, срывы, срывы. Тут надо брать пример с молодых футболистов «Инчемпо», сейчас мы попозже об «Инчемпо», я в «Вихре», поговорим, этот суперматч был в 2А, в целом и «Внуково» и «БСК» прогрессируют команды, да, где-то не получается, но в целом никогда без боя не сдаются, показывают, когда собираются достойный футбол, и будет интересно на втором этапе тоже посмотреть, там уже как в корзинах своих будут выступать, «БСК», в принципе, я думаю, что можно взять какого-то сюрприза и подъема этой команды, там, может быть, и в зону плей-офф они попадут. Вполне. Ну и переходим к главному матчу уикенда в 2А. Это у нас матч между командами «Вихрь Саутс Уэст» и «Инчемпо». Хорошая получилась игра, игра получилась огненная, «Вихрь», приехал, знаешь, наверное, человек 20 приехал. 19 человек, мы считали. Ярослав Капель, она сейчас сказала о том, что это, наверное, один из рекордов вообще ЛФЛ, за то время, что он находится, находится он, извините, уже ни один, ни два. Три вратаря только приехали. Да, три вратаря, да, и 16 полевых, извините, не каждый может похвастаться таким. У «БСК» тоже была ротация, но не такая большая, конечно же. У «Инчемпо». Ой, прошу прощения, да, конечно же, у «Инчемпо». Нравится тебе «БСК», я понял. Нет, нет. Мне нравится «БСК», как и любая другая команда второй лиги. Я, Лариса, первый, высший, вообще любая команда, мне нравится. Я, по всем, с симпатией. Так вот, «Инчемпо» выглядел мастеровите. Несмотря на молодость игроков поопытнее, «Вихрь» пытался желанием взять свое. Несколько новичков. У команды, перешедшей из прав и 20, особенно выделялся там Фариб Багиров. Он в итоге гол забьет единственный «Вихрь» со штрафного. Где-то игроки «Вихрь» не успевали за соперниками. Как итог, четыре желтых карточки получили футболисты «Вихрь» в этой игре. Футболисты «Инчемпо» ни одной горчичника не получили. Ближе к победе, все-таки, конечно же, был «Инчемп». И футболисты «Вихрь» последние минут пять уже, ну, откровенно, я понял по реакции игроков, что устраивала их ничья. Ну, говорил нам Антона Степанова Дисоуза, что хочет он несколько туров назад еще. Уже смотрел он на «Календарь», уже смотрел он на «Инчемп» и хотел он дать бой подопечному Ивану Волкову. Даже по-разному вели себя, кстати, тренеры, если Иван Волков был спокойный, знаешь, как скала такой, то есть, там, замены все, ничего, никаких, никаких комментариев, ничего вообще не давал, то есть, там, да, то есть, вообще не было слышно. То, конечно же, на скамейке «Вихрь» там все бушевало, знаешь, это вспомнился заряд образца первого-второго дивизиона. Вот это там какие-то, каждый, ну, любое касание что-то там обсуждалось, эмоции кипят, эмоции – это хорошо, и надо отдать должное, что эмоции не перегибались. То есть, когда палка перегибается на эмоциях, это один разговор. Тут все было очень контролируемо, так скажем. Игра получилась, игра была классная. Первый тайм 1-1, «Инчемп» вел, «Вихрь» сравнял, второй тайм получился безголевым, но были опасные моменты, как у той и другой команды, повторюсь, «Инчемп» был близок к победе, но не смогли они, потеряли первые очки в чемпионате за 16 туров. Ну, конечно же, мы понимаем, что «Инчемп» у нас главный фаворит вторых дивизионов, и в следующем году должна быть эта команда в первой лиге, «Вихрь», вот знаешь, вот если говорить о шести путевках, на шести путевках, давай уж так сейчас мы плавно уже будем мостик на 2б ставить. Ну, уже можно, да, об этом говорить. Смотри, вот для меня вот шесть мест, которые выходят напрямую, да, а команд, которые на это претендуют, у меня семь. Кто-то будет лишним. «Инчемп», «Ровбайкал», «Вихрь Саус-Уэст», «Нова Москва». Это из 2а, в 2б это команды, которые там сейчас лидируют, это в первую очередь, конечно же, «Интерос», это «Атлант-Лубнинск», и это «Профутбол». Дальше в 2б это идут команды «Заряд Дубль», «Росвоенопротека», «Дубль», они вне конкурса, они не могут поднять, шестое место занимает КС, там, седьмой «Уралан». При всем уважении КС к «Уралан», мы сейчас говорим о семи командах, то есть, вот, 4 это 2а, и 3 это 2б. Кто-то один будет лишним. Кто будет лишним, я не могу сказать, но по тому, как сейчас, как сейчас идет, Скорее всего, вот, кто-то из 2а будет на данный момент, опять же говорю, кто-то будет третьим, не третьим лишним, а, как сказать, седьмым лишним, кто-то из стройки «Байкал», «Вихрь» и «Нова Москва». Почему-то я вот верю в «НТРОС», я верю в «Атлант-Обнинский», и верю, тем более, в «Профутбол», но это мы сейчас попозже пообщаемся. «Байкал» имеет солидный запас очков, «Вихрь» и «Нова Москва», получается. Такую заочную уже, мне кажется, борьбу начинают за шестое и седьмое место. Понятно, что команда за шестое и седьмое место будет одним из фаворитов в плей-офф, но неизвестно там в первом дивизионе, кто попадется еще. Но это, опять же, мое мнение. Это, опять же, на данный момент, не будем забывать то, что у нас случаются казусы во время чемпионата, когда недобор происходит, недоезд и так далее. Тем более, впереди сейчас тяжелый отрезок, вот этот зима и начало весны. «Вихрь» провел офигенную, по-другому я не скажу трансферную кампанию. Три человека из «Профы», лидеры команды переходят в «Вихрь». Плюс до этого уже есть очень сильные футболисты, которых мы уже неоднократно отмечали, их трансферы. И, конечно же, на данный момент, я говорю, как «Нова Москва» тоже трансферы идут, как будет. «Хамовники-09» не будем забывать. Опять же, знаю Алексея Макаренко, я знаю о том, что он максималист, я знаю то, что он постоянно ищет, постоянно улучшается. То есть, я «Хамовники» бы не стал «09» избрасываться. Ну, понимаешь, мы тогда можем и о «Росне» сказать, о «Выходе». Ну, мы уже говорили о ней. Это понятно. Ну, вот для меня «Хамовники-09» сейчас, ну, такой вот, знаешь, такой один большой знак вопроса, неизвестно куда, либо наверх, либо вниз, вот вообще ничего. Ну, для меня пока, для меня пока, конечно же, там «Вихрь» и «Новомосква» и «Санете» с «Хамовниками» – это команда разного уровня, на данный момент. На данный момент, да, я не спорю. Ну, что же, перейдем мы к 2б, а сейчас мнение Фарида Багирова, новичка «Вихрь» Саус-Веста, после матча «Вихрь» Саус-Вест «Винчем». Фар, поздравляю с боевой ничьей, скажи, как развивалась игра? Игра была очень тяжелая, соперник тоже не был ни слабый, но мы ожидали, что игра будет в прессинг, они будут встречать ее на нашей половине. Вот мы готовились к этому, и как бы выход у нас был на столба играть. Мы ждали, что они будут поджимать к нам, у нас другого варианта не было. В принципе, заслужили. Скажи что-нибудь о соперниках, как тебе команда? Команда очень сильная, очень сильная, давят прямо на каждую позицию, отборы очень хорошие. Молодые, подвижные. Скажи, чего не хватило для победы? Для победы? Ну, думаю, чуть-чуть опыта нам не хватило, чуть сыгранности. У нас много новеньких, вот, и в том числе и я. Ну, чуть-чуть не хватило нам, может быть, сыграться, понимание, и все. Поздравляю с забитым голом, в дальнейшем удачи. В турнирной ситуации во втором Б дивизионе. Интерос лидирует во второй Б, 42 очка имеет команда после 15 туров. Атлант-Обнинск после 15 туров 39 очков. Про футбол начал набирать активные очки, о чем мы уже говорили. После 15 матчей 34 очка. Дубли, заряды и Росвоен ипотеки, они, знаешь, как вот шли. Вместе основа, только сейчас заряд чуть на высший дивизион. Также вот и дубли идут вместе. Четвертое место заряд, пятый Росвоен ипотека. 14 матчей, 33 очка у заряда. 31 очка у Росвоен ипотеки. ИКС на шестом месте 28 баллов после 14 матчей. Уралан на седьмом месте 27 баллов после 15. Классику 26 баллов после 14. Айраты 24 балла после 14 матчей. И Вилы замыкают первую десятку после 15 матчей 23 очка. Давайте пройдемся по результатам этого уикенда. В субботу с утра Интерос выигрывает Ленинские горы со счетом 11-2. Сразу же Николай Дмитриев, игрок Интероса, дает нам интервью. Сегодня у нас на интервью игрок команды Интерос Николай Дмитриев. Что можете сказать по поводу игры? Вы выиграли достаточно с крупным счетом 11-2. Ну, команда, конечно, чуть послабее нас, это если объективно говорить. А так у нас просто больше сплоченность коллектива. Все друг за другом горой, даже когда пропускаем, боремся. Еще сегодня не было капитана, основного лидера нашего, который настраивает команду на матч. В общем, сегодня все нормально, хорошо поиграли. Какие задачи у вас на сезон стоят? На сезон выйти в следующий дивизион. Сегодня команда была в оптимальном составе? Ну, нет, еще у нас не было, у нас пара-тройка игроков. Ну, у нас почти все в основе играют, поэтому есть травмированные, которые желают скорейшего выздоровления, чтобы они быстрее вернулись в строй команды. Спасибо большое, поздравляю вас с победой и большую победу. Спасибо. Ну, знаешь, когда счет 11-2, сложно что-то обсуждать, рассуждать. Об этом Николай сказал в интервью. Послабее Ленинские горы. Ну, я как человек, который работал на этом матче, смогу сказать одно. Покинул Ленинские горы вратарь. Команды, не знаю, долго он терпел, конечно, Алексей много спасал. Ну, вот от игроков Ленинских горы услышал то, что все, психанул, ушел. Это первый момент. Второй момент. Одна замена была у Ленинских гор, и в середине первого тайма сломался один из игроков Ленинских гор. И, соответственно, играть с лидером дивизиона без замен, ну, понятное дело, суицидит. Ну, и, соответственно, такой итоговый результат. Но немножко хочу, скажем так, оптимистичную такую нотку кинуть. Ленинские горы открыли счет в этом матче. То есть, получается, несмотря на разгромотный счет, на самом деле, волевая победа. Ну, что ж, Ленинским горам желаем найти себя. Понимаешь, они вроде обещали. Я общался с Денисом Гонтой, с нападающим. Помним мы команду Папай, и Денис выделялся. И он мне говорил о том, что сейчас наступит перерыв в КФК. Там же играет армейская команда, звезда, она, наверное, называется, Щелкова, по-моему. Ну, какая-то армейская команда, в которой там играют некоторые. И они все приедут, и будет вот от Суам и Папай. Ну, все, мы ждем. Ну, ребятам, удачи, и все. Будем ждать. Да, и Торосу пока на данный момент, извините, они не соперники. Ну, как и вообще по турнирной таблице, там многие команды остальные. Да. Далее, Обнинский Атлант со счетом 3-0 обыгрывает Белуху. Понятно, тоже тут как бы все очевидно. Аутсайдер, фаворит 3-0. Атлант, я думаю, что ждем в следующем сезоне в первом дивизионе. Хотим мы посмотреть, может быть, в кубке удастся нам увидеть матч техносила Обнинск-Атлант-Обнинск. Еще Атласова. Потому, что как только они когда появляются, первые там минимум полгода у них уходят на то, чтобы вообще понять, куда они попали. Поэтому, в принципе, Белуха сейчас не то, что в стадии становления, она как раз в стадии адаптации вообще к тому, в каких соревнованиях принимают участие. Сейчас что-то о них говорить, хорошее или нехорошее, это проблематично. Фурия, Росвоенопотека, Дубль. Вот Фурия как раз находится в стадии становления. После ухода лидеров пришли новые неплохие футболисты молодые. Но здесь попадают они под опытнейшую Росвоенопотеку. Команды, которые два раза тренируются в неделю. Команды, которые знают, как добиваться больших турнировых результатов. Кто-то из основы подъезжает играть за дубль. Но даже сами по себе, это дубль Росвоенопотеки. Это те футболисты, которые вводили команду с третьего во вторую, из второго в первой дивизион. Плюс те игроки, которые сейчас адаптируются к ЛФЛу и адаптируются к самой команде. То есть уже видна работа. Уже один из защитников, который играл сначала чемпионат за дубль, уже переведен в основной состав. То есть в принципе там обкатывают ребят и ветеранам дают получать удовольствие от футбола. Как мы любим говорить, кайфовать от футбола. Так что в принципе здесь сказать, что больше нечего. ММФ 05 Вилана. Хороший получился матч. Недовольны футболисты Авиланы. Остались действиями арбитра этого матча Дмитрия Корабельникова. Дадим мы им слово после этого матча. После того, как обсудим его. Не можем мы молчать. То есть если в интервью что-то говорят, чтобы потом нас не обвиняли в том, что мы молчим. Футболистам Авиланы могу пожелать на себя обращать внимание. Не знаю, что Иван Гусев, кстати, скоро с ним выйдет большое интервью на сайте ЛФЛ. Ждите буквально в течение недели должно оно появиться на сайте. Вообще Ваня очень позитивный человек. Был он и в позапрошлом сезоне лучшим менеджером в третьей лиге, когда выходила Авилана во вторую. Вообще он очень хорошо относится и к тому, что происходит в лиге. И по судейству он не комментирует. Он правильно говорит, это субъективное мнение человека, который в этом понимает. И каждый трактует эпизод как может. В принципе у нас же все интервью берутся после игры. Поэтому человек, который может и сказал что-то на эмоциях, он может потом сам и сожалеет дома. Может быть, может быть, конечно. Тем более счет 3-1. И обсуждать какую-то одну единичную ошибку. Я не знаю, какой-нибудь аут, какой-нибудь штрафной. Или какой-то пенальти, который не дали. Ну не знаю, это реально субъективно. Со стороны игрока это выглядит нарушительно. Тем более там будет мнение голкипера. У голкипера по себе могу сказать. У нас свои мнения вообще по поводу всего есть. ММФ 05. Команда Алексей Хадыкин продолжает работать над своей игрой. И Алексей сейчас скажет в интервью нам о том, что после первой дивизиона команда ставит свою игру. Команда узнаваемая. Есть почерк. Нет из ряда вон выходящих мастеров. Работают с теми, кто есть. Леша, работа приятная. Команда близка к выходу в десятку. Но я думаю, доберут. 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 Вполне хороший добротный коллектив. Видна рука, тренерская рука. И в принципе, честно скажу, команда на рост. Давай дадим слово сначала Алексею Хадыкину, тренеру ММФ 05. В этом году вы вылетели с первого дивизиона и перешли во второй. Какие у вас мысли по этому? Какие у вас планы? Ну, я бы не сказал, что мы вылетели. Мы просто в том году решили, скажем так, попробовать свои силы на более высоком уровне. Это был хороший опыт. И он нам сегодня помогает. Этот опыт. Ребята поняли, на чем надо работать, куда двигаться. Что касается сегодняшней игры, она, к сожалению, получилась очень сумбурной. Я не очень доволен качеством игры, но остается только радоваться тому, что мы сегодня победили. Игра, как я сказал, получилась такая скомканная, очень эмоциональная. В конце красная карточка. Это, естественно, не всегда радует. Но это футбол, это спорт, эмоции. Наверное, ребята очень хотели показать все свои лучшие качества и где-то не справились со своими эмоциями. Поэтому, тем не менее, мы выиграли. И радость от победы никто не отменял. Спасибо. И теперь мнение галкипера Авиланы. Чуть эмоциональное интервью получилось Вячеслав Аргасов. Послушайте его мнение. Какие у вас мысли по прошедшей игре? Ну что, игра за порт судьей. Просто пенальти был поставлен из-за фолла за пределами штрафной в начале. Очень много судья моментов пропустил. Причем в обе стороны, я не говорю, только в нашу. Ну, соответственно, второй момент. Проиграли. Первое судейство. Второе из-за того, что команда у нас немного перебегала, потому что у них два состава. В целом, конечно, играли относительно ровно. Но, к сожалению, факторы некоторые против нас. Спасибо. Дальнейших побед. Ну, так бывает. Люди говорят, мы не можем это замалчивать. Ну, я думаю, что разберемся. Хорошо, что говорят, значит, не безразлично. Значит, не безразлично. Не судьба команды, не вообще прогресса лиги, скажем так. Да, ну, ММФ 2 на 11 месте. АВИЛАНа 5 очков поменьше на 15-м. В серединке все идут. Могут поменяться когда-то местами. Но ММФ 05 скорее наверх пойдет. В принципе, АВИЛАН, я думаю, тоже. АВИЛАН привела хорошую трансферную кампанию. Игроки стоп-наркотика перешли. Бывшие игроки АВИЛАН. Там было разделение. Об этом мы в интервью, опять же, Ивана почитаете. Вернулись некоторые футболисты. Сейчас, когда играли за стоп-наркотик, результаты АВИЛАН будут улучшаться. Увидите. Переходим мы дальше к матчу команд 2-го Б-дивизиона. Штурм про футбол. Отмечали мы уже трансферную кампанию удачную у некоторых клубов. Штурм взял себе тоже двух игроков с опытным выступлением в высшем в первой лиге. Не было их на этом матче. Но про футбол сейчас такая команда, которая... Ну, вот один из главных, вообще даже, наверное, главный фаворит из 2Б, кто может выйти, я думаю, что по дистанции даже интероса не накатит. Если продолжат приезжать те футболисты, которые сейчас играют. Да. Про футбол, конечно, сейчас показывают фантастический футбол. И я думаю, даже в очном противостоянии с интеросом, я думаю, надо организовать трансляцию и показать этот матч. Потому что, мне кажется, уровень футбола, который будет там показан, это уровень не второй лиги. Ну да, Штурма, несмотря на поражение 1-8, хорошая кусачья команда. С любыми побьются. Они здесь, видимо, против профутбол реально сложно. Не унывать надо Штурму. Есть кому там играть в футбол. Там в центре пуль Денис Бодров. Хороший, добротный футболист. Сейчас к нему еще там добавятся несколько игроков. Просто на данный момент Штурм объективно слабее. Слабее, слабее. Но 1-8 это не показатель уровня Штурма. Да, да. Это показатель уровня профутбола. Про футбола. Не более того. Соглашусь с тобой. Я профутбол на третьем месте. 34 балла. Повторюсь, Штурм на 16-14 очками. Но опять же, учитывая трансферную кампанию, тоже будут подниматься. Будут накатывать, да. Будут послушаем мнение Павла Болгова, футболиста про футбол, после этого матча. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшей игре. Ну, игра нам далась легко. Мы контролировали всю игру мяча. У нас множество было моментов. Мы свои забили. Сыграли плотно в обороне, что позволили создать момент соперника. И заслужена победа. Движемся дальше. И какие у вас задачи на этот сезон? Ну, быть в тройке, ну, и выход, соответственно. В следующем. Все, спасибо. С победой. Спасибо. Заряд матча, заряд дубль Виллы. Виллы – команда, замыкающая первую десятку на данный момент. Заряд дубль в лидерах. Виллы – эмоциональный матч получился. По удалению с двух сторон. Виллы побеждают 2-0. Вообще, Виллы, конечно, команда по своему потенциалу повыше должна быть, чем 10-е место. Но в трансферную кампанию уходит футболист в пищевик. Один из ведущих игроков. Это о чем-то говорит. Да, уходит Егор Гераськин в аренду в штурм. Тоже добротный футболист. Мы вот когда про штурм говорили, про трансферную кампанию, мы об этом и говорили тоже. Виллы – очень много зависит от сбора. Нестабильно тоже. Нестабильно набор состава. То есть, даже вот если мы уж затронули матч Виллы с Зарядом, то можно также и рассмотреть в параллельный матч Виллы КС, который был потом проигран на следующий день 1-3. Не знаю. Честно, когда я с ребятами из Виллы перед игрой разговаривал, они мне рассказали, что они обыграли Заряд дубль. И, честно, ожидал от них победу над КС. Вот честно. Потому что на тот момент паритет был в 2 очка. То есть, разрыв между Виллами и КС. То есть, 25 на 23. То есть, то, что нужно, чтобы цепляться. Но вот с КС то, что продемонстрировали, допустим, первые 15 минут они завалили. Пропустили 3 мяча. И потом за оставшиеся 50 минут они смогли организовать только 1 гол. Хотя обложили просто штрафную КС. И в пустые ворота несколько раз не замкнули дальнюю штангу. То есть, в принципе, Виллы, да, они просто из-за нестабильного набора, иметь в виду на игру, ну, приезда, не набора, а именно приезда, они покажут нестабильный результат. То есть, обыгран сильный дубль заряда и проигрывается на следующий день КС. Ну, КС 6 место. Команда вообще фантастический уикенд привела. Давай мы скажем, что Виллы должны подняться, если все нормализуется. И, в принципе, команда по мастерству очень приятная и очень хорошая. Они и в том сезоне, насколько я помню. Да, до последнего, до последнего там боролись, там, за тройку, там, потом отсеялись чуть-чуть там. Чуть-чуть в конце сдали, да. Да, от заряда дубль. Ну, команда дублирующий состав высшей лиги. Понятно там то, что не всегда приезжают какие-то игроки и за основу помогать клубу. Ну, видим мы, видим мы там и Антон Юрчиков я видел. Ну, и скажем, что Андрей Волобуев, он за основу не играет, играет только за дубль. Андрей Волобуев, мне кажется, если бы он захотел бы, он бы и в первой команде, там, на лидирующих позициях был бы. Конечно. Переходим мы плавно к КС. Уже отметили мы, что был у них очень хороший уикенд. Закончился он уже матчем с Вилами, о котором ты говорил. А начался он с волевой победой над Хамовниками. 0-2 проигрывал КС. Победа 3-2. КС без замен вышли не в меньшинстве. Они, видимо, Николай Амплиев сейчас интервью будет чуть попозже, сказал, что начали они в меньшинстве. Нет, равно начали они без замен. Подъехал потом игрок в середине первого тайма. 2-0 вели Хамовники. По игре вообще, знаешь, ну, казалось бы, что Хамовники уверенно доведут этот матч до победы. Но да, появился у КС сильный нападающий. Видно, мастеровитый. Очень сильный нападающий. Мне очень понравился. Мастеровитый, да, очень хороший футболист. И сделал он результат. Провел, во-первых, эмоциональная речь у него была. В первую матчу с Хамовниками. Именно от него исходила вся инициатива. И знаешь, как-то раз забили, два забили. Потом Хамовники после первого мяча как-то неуверенно почувствовали. И КС забивает еще два мяча. 3-2. Отметим мы хорошую, уверенную игру голкипера КС. Очень колоритная личность. Всегда эмоциональный подсказ. Не всегда, конечно, цензурный. Но это футбол, это нормально. И, конечно, там сейвы на последних минутах матча с Хамовниками дорогого стоит. Давайте дадим слово Николаю Амплееву, игроку КС. Это я. Здравствуйте. Привет. Дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшей игре. О, тяжелейший матч. Мы к нему готовились всю жизнь. Мы заявились в ЛФЛ только ради этой игры. Собирали силы. Сегодня, слава богу, у нас подъехал футболист еще один. Мы начали игру, у нас немножко маловато было. Потом игрок подъехал, нам стало полегче. И кое-как вытащили. Случайно на фарте там все дела. Затащили. Все, спасибо вам. Дальнейшая победа. Ну, такое, видишь, интервью, что с юмором, конечно, настраивались всю жизнь на этот матч. Ну, значит, будем понимать, что у КС сам принципиальный соперник это Хамовники. Все, Хамовники обыграли. Ну, и, видимо, по накатанной еще виллу случайно зацепили. Больше играть не надо ни с кем. Знаю Николая, ты знаешь, он как заполен, так и на поле. Он очень ко всем ситуациям относится с юмористической точки зрения. Даже, ну, коли уж у нас сегодня так получилось, что судейский вопрос каким-то краем затронули, он даже в адрес судей, там он потом и после игр говорит, что это все шутки ради, это ничего не надо воспринимать, это как какое-то такое мнение, что он там чем-то расстроен. Нет, он всегда на юморе. И Николай это отдельная личность, я считаю, это вот один из, знаешь, такой Илья Позняков второго дивизиона. Ну, да, да, да. Надо почаще наших корреспондентов отправлять Николая. Да, да. Согласен. Давай послушаем Ивана Тихомирову, защитника центрального Хамовников после матча Хамовники КС. Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, комментарий по прошедшей игре. Хорошая, равная игра была. К сожалению, после счета 2-0 немножко подсели, отпустили игру. Пропустили глупый гол с рикошетом, дальним ударом. После этого немножко стали теряться в защите. После перерыва в начале второго тайма отдали игру. Быстро два гола пропустили. Отыграться уже не смогли. Создали умолок моментов. Но уже, к сожалению, не получилось. Следующий раз получится. Спасибо большое. На этом субботняя программа второго дивизиона Б закончилась. Воскресенье. Уралан. Команда, играющая в прошлом сезоне в первом дивизионе, играет с Бравосом. Команда вечная, серединяка-аутсайдер второго дивизиона. Уралан выиграет 2-1. Мало. 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 Но вообще Уралан, знаешь, он находится наверху. Да, там на седьмом месте. Команда 27 очков. В понедельник перед туром 4 ноября праздничный день был. Доигрывались матчи. Была игра в Корцарум. По счету выигрывает крупный Уралан. Там в 5 или в 6 мячей. В 5 мячей, по-моему, в 6-1 выигрывает Уралан. И в 5-1 выигрывает Уралан. И, знаешь, на 45-й минуте, даже на 46-й еще, Корсар вел 1-0. Дальше просто там 2 мяча пропустил Корсар. И потому что чувствовали ребята, что близка эта победа. О Корсаре сейчас чуть попозже еще говоримся. И додавил Уралан за счет замен, за счет мастерства какого-то. Ну вот, с Браусом мало. Мало получилось забить. Привыкают новые игроки, видимо, к ЛФЛ, к второму дивизиону. Не думаю я, что в этом сезоне у Уралана получится выйти напрямую. Точно нет. Насчет плей-офф, опять же, в нынешнем состоянии. Все может быть, трансферные окна. Мы говорим только о том, что видим на данный момент. Ребята молодцы, ребята стараются. Савр Павлов, опытнейший футболист, помогает этой команде. Играет сам за нее. Конечно же, его там советы очень важны. Переживает он. Но на данный момент, на данный момент, вот как выглядит, конечно же, в плей-офф, да, можно выйти, через плей-офф побороться. К тому же, к тому моменту команда сыграется, да. Но вот, к сожалению, Уралан как претендента на прямой выход я не вижу. Ты знаешь, Уралан, чем отличается от многих коллективов, не только второго дивизиона, но и первого по тому году, очень запомнилась эта великолепная физическая подготовка всегда. Поэтому за счет этого в плей-офф они, мне кажется, добавив чуть-чуть качества, они могут очень сильно выступить. Сыграются команды, да, 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 да. В плей-офф вполне возможно, но вот именно на прямой пока много потеряно. Но у них еще и конкуренты-то какие. Да, да. Все напиши на бират. Они простые ребята, да. Бравос на своем уровне, команда выступает. Молодцы 2-1, хороший результат для них, конечно. Ну, знаешь, вот опять же вернемся к результатам 4 ноября. Бравос играет с командой Штурма, после первой тайм ведет 2-0. И кажется, ну, вообще, там, Бравос доминировал в этом матче. Итог оказался совсем неутешительный. 3-7 проиграли. Ну, вот я и говорю, то есть после 3-7 сыграть 2-1, это в принципе может стимулировать ребят на хорошую последующую борьбу. То есть, вполне возможно, что в следующем туре, может быть, даже и ничья, то и победа будет у ребят. Потому что, ну, как арифметическая прогрессия, знаешь, то есть, тут из минусов плюс ребята выходят. Ну, тем более соперник будет подходящий, ФКС, который после удачного старта, после удачного старта какое-то крушение идет. Ну, не знаю, с чем связано, но это уже... Ну, это да. Тут тяжело. Тут тяжело что-то. Корсар. Наконец, долгожданная победа над Риверплейтом. Риверплейтом отмечали, очень неплохо шел. Потом забуксовал команду. Сейчас 21 очко у него на 12-м месте. Корсар. Добавились новые молодые футболисты. Конечно же, выделяется сайдусов у команды. И, ну, по игре с Риверплейтом Корсар там поздно забил этот мяч. Они там обстучали штанги, перекладины. Ну, под контролем была, им нужна была эта победа ребятам. Новая интересная команда вырисовывается у Корсара. Где-то, вот как вот с Ураланом чуть выше я говорил, не хватило то ли сил, то ли духа боевого. Ну, есть прогресс. Есть прогресс. Риверплейт одна из самых упрямых команд лиги. Поэтому победа в данном случае, мне кажется, в плюс. И стоит ожидать, несмотря на нынешнее положение Корсара, стоит ожидать на то, что команда сейчас будет набирать и набирать. То, что я видел в этой игре с Риверплейтом, честно, произвело на меня впечатление. Потому что настолько подавляющие преимущества, несмотря на счет, я давно такого не видел. Ну, знаешь, кстати, о Корсаре с Интеросом. Я работал в матч, очень напряженный был. И там по счету 6-3 выиграл Интерос. Но был момент, Корсар вел. И вот опять же, в середине второго тайма счет был ничейный еще. Там 3-3 был счет. И в итоге Интерос додавил. То же самое, что случилось потом, через несколько дней в матче Корсар-Уралан. Сейчас Корсар сделал выводы и победил. Но я говорю, доберут очки. Доберут, доберут. Хорошей командой мне очень понравилось. Я тебе, честно говоря, на меня произвело впечатление последняя игра. Ну и качество Айду СОВ выделяется. Я думаю, что скауты первой лиги могут рассмотреть данную кандидатуру. Кому нужен быстрый нападающий, который, плюс еще, может зацепиться. И с ударом рекомендуем. Придите на игры Корсара, посмотрите. Можете и высшая лига. Может, и еще кого-то там увидите. Может быть, и еще кого-то увидите. Обычно, знаешь, так бывает. Приезжают смотреть на одного игрока. Одного, а взяли другого. Да, да, да. Айраты обыгрывают Лемантис. Ожидаемая победа Айраты, если честно. Поэтому много здесь говорить не приходится. Даже исходя из количества забитых пропущенных мячей. 53-40 у Айраты, у Лемантис 43-68. Плюс ко всему, у Айраты бескомпромиссная команда. Ноль ничьих, 8 побед, 6 поражений. Лемантис 4 победы, 10 поражений. Много тут говорить не стоит. В Лемантисе много зависит от того, приедет ли Алексей Санченко. Кто не знает. Это центральный полузащитник. Человек, который активно стелится в подкатах. Игрок сборной Юго-Запада. Единственный раз сборной стал чемпионом Москвы. И вот Алексей был одним из ключевых фигур в той сборной. Уже, конечно, прошло много лет. Но вот этот задор у него никуда не делся. И, конечно же, когда он приезжает, ненадолго хватает Алексея. Но именно теми фрагменты игры. Когда он просто возрастной, конечно же, Лемантис весь преображается, когда в центре поля такой игрок. Ты знаешь, на самом деле, по уровню мастерства Алексей не сильно уступает Некрасову из трех звездочек. Ну, так, если вот где-то параллель провести. Ну, только Некрасов постоянно находится в тренинге. И поэтому более, может быть, выносливый. А у Алексея, не будем говорить какая, но очень ответственная работа. И он просто по долгу службы, я думаю, не всегда успевает тренироваться в том объеме, в котором тренируется Некрасов. Который необходим, для того, чтобы иметь хорошие кондиции. Ну, что же, на этом, наверное, мы будем заканчивать нашу передачу. Как могли, осветили второй дивизион. Напоминаем вам, что сейчас идет чемпионат России в Сочи. Смотрите прямые трансляции оттуда на нашем YouTube-канале. Будет классно. И чемпионат обещает быть очень интересным. А к событиям Юго-Западной лиги мы вернемся через две недели. Спасибо за внимание. С вами был Михаил Першин. И я Антон Погодин. До свидания. До скорых встреч.